Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Регион» в студии Виталия Барташевич. Сегодня в выпуске. Министр архитектуры и строительства провел в Пинске выездную коллегию. Как сохранить здоровье здоровых, обсудили ученые на международной конференции в Полесском государственном университете. Репетиторство – законный способ дополнительного дохода. Министр архитектуры и строительства Республики Беларусь с участием министра Анатолия Черного. Представители министерства, руководители обл. исполкомов, Минского гореисполкома, предприятий и организаций строительной отрасли страны знакомились с опытом работы Пинского стройтреста номер 2, который на сегодня является примером того, как в сложных экономических условиях можно эффективно организовать работу. О том, что еще увидел в столице Полесье глава строительного ведомства страны, расскажет Виктор Кузнецов. В минувшую пятницу, 24 апреля, в нашем городе на базе стройтреста номер 2 прошло выездное заседание коллегии Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь. Среди участников рабочей встречи – министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, заместители министра, руководители республиканских органов управления, обл. исполкомов, Минского гореисполкома, руководители предприятий и организаций строительной отрасли. Мы хотели показать, как в тяжелых экономических условиях, которые сложились сегодня в строительном комплексе, как можно организовать работу, как можно выживать, как можно обеспечить своих людей работой. В целом по стране сегодня объемы подрядной деятельности снизились и к уровню прошлого года составляли 85% всего. Здесь, как мы слышали, 120% в уровне прошлого года есть динамика, есть загрузка людей и есть организация работы на объектах. Поэтому мы хотели поделиться со всеми этим опытом, показать, как могут выживать люди, как организовано собственное производство. Работа коллегии началась с посещения филиала управления производственно-технологической комплектации ОАО «Стройтрест-2». Связано это с тем, что филиалу в свое время удалось создать здесь собственное производство, которое оказалось рентабельным. Буквально на протяжении 15 лет филиал нашего управления, ПТК, сокращенно так называемый, занимается развитием подсобного производства. Кроме основной деятельности, для которого мы, в принципе, и создавались, это современная комплектация объектов, мы сегодня занимаемся развитием собственной, выпуском собственной продукции. Всю эту сегодня продукцию пользуется спросом. Практически то, что мы сегодня производим, этого вполне достаточно для того, чтобы закрыть всю потребность не только «Стройтрест-2», но мы сегодня поставляем ее в регионы Брестской области и Республики Беларусь. Вся продукция сертифицирована, имеет неплохое качество, и мы сегодня уверенно заверяем, что она конкурентоспособна по цене. Генеральный директор «Стройтреста-2» Николай Бондарчук рассказал гостям о ситуации, сложившейся в строительной сфере нашего города. А ситуация эта непростая. Так, впервые за последние 10 лет в прошлом году было отмечено снижение объемов введенного жилья. 10 лет последних «Стройтрест» в основном 50-60% от всего выполнения строил жилье. Сегодня, конечно, получается, что оно у нас, если посмотреть эту диаграмму, в 2010 году 65,4 тысяч квадратных метров сдали, в 2012-м 32, в 2013-м 48,9, в 2014-м 21,4, в 2015-м уже 16,8, то есть уже диаграмма падает. В связи с этим «Надежды» в «Стройтрест-2» возлагают на строительство домов с долевым участием, в которых первые два этажа будут занимать офисные помещения. Николай Бондарчук продемонстрировал собравшимся проект коттеджного поселка, который разместится на берегу Пины. Мы здесь решили сделать сами подбухту, чтобы можно было яхты и так далее ставить. Будет дорога, сети благоустройства и планируем здесь 200-220 домов, тоже начать в 2016 году. Гостей также познакомили с организацией производства в УПТК «Стройтреста номер 2» и показали выпускаемые изделия. А это противопожарные двери и люки, стеклопакеты и многое другое. Участники рабочего создания коллегии посетили и строящуюся в микрорайоне «Радужный» школу. Стоимость объекта составит 150 миллиардов рублей. Школа будет состоять из трех блоков и 55 классов. В четырехэтажном здании предусмотрен лифт для инвалидов. Завершить строительство планируют к 1 августа этого года. В школе также предусмотрены спортзал, актовый зал и спортивные площадки снаружи. Присутствующим продемонстрировали также и бытовой городок. В нем созданы все условия для жизни строителей. Для того, чтобы быть конкурентоспособными и реализовывать свой продукт, надо иметь действительно хорошую себестоимость, стоимость продукции, чтобы она была востребована, чтобы люди могли ее купить. И вот один из примеров, это тот дом, который рассматривается, сейчас он начинал строительство вторым трестом. Это именно дом, в котором они рассмотрели возможность первых этажей отдать под коммерческие нужды, встроенное и пристроенное помещение, под торговлю. А уже за счет этого строить сам каркас и удешевлять сам квадратный метр. Одной из задач коллегии являлась также и поиск рынка сбытов для строительной продукции, которая производится в Белоруссии. В шестой раз в Полесском государственном университете состоялась международная научно-практическая конференция, посвященная вопросам здорового образа жизни. В Пинск в этот раз прибыли ученые из Белоруссии, Украины, России, Армении, Монголии, Ливии. Здоровье в широком смысле этого слова, а также одна из главных задач ВОЗ – сохранение здоровья здоровых, основная тема, вокруг которой и развернулись дискуссии специалистов в шести секциях. Как его сохранить и укрепить у известных ученых, интересовалась наша съемочная группа. Шестая международная научно-практическая конференция «Здоровье для всех» является уже традиционной для Полесского государственного университета. Каждый раз она собирает в Пинском вузе студентов и преподавателей, ученых не только из Белоруссии, но и из других стран. Первая конференция таким названием состоялась в 2009 году, а научный форум этого года уже шестой по счету. Название конференции – «Лемкое и простое, здоровье для всех». Поэтому все, что связано с этим понятием, все мы перевариваем, если можно так выразиться. Поэтому те проблемы, которые мы будем сегодня обсуждать на шести секциях и на пленарном заседании, они посвящены вот такому понятию здоровья, как широкому понятию, как одна из задач Мирной организации здравоохранения сегодня гласит сохранение здоровья здоровых. Мы и про сохранение здоровья здоровых тоже будем говорить, поскольку это прерогатива нашего факультета организации здорового образа жизни. Поэтому мы изначально так и ставили такую задачу, чтобы обсудить некоторые вещи в глобально приземленном масштабе. В этом году в работе конференции приняли участие ученые и преподаватели из вузов Белоруссии, Украины, Армении, Монголии и Ливии, России и других уголков нашей планеты. Россию на конференции представлял профессорско-преподавательский состав из Санкт-Петербурга, Сахалина и Читы. Мы приехали за 6 тысяч километров из-за Байкальского края, город Чита. Нас связывает уже 7 лет дружественное отношение с вузом, с университетом. Мы проводим совместные конференции, онлайн лекции читаем, выпускаем совместные учебные пособия и продвигаем иметь здоровый образ жизни непосредственно через студенческую молодежь в массы. В этом плане нам здесь очень нравится, потому что здесь комфортно, здесь наши друзья, самое главное. И в этом плане всегда опыт, который есть у нас и есть у вас, он положительно влияет и на муцеда, и на преподавание. Пленарное заседание открыл ректор Полесского государственного университета Константин Шибека. Он поприветствовал участников конференции и пожелал им плодотворной работы. Уважаемые друзья, мы рады вас приветствовать на нашем традиционном мероприятии. Очень важная конференция. Я с первых заседаний имею возможность наблюдать, как развивается. Мы очень рады, что увеличивается количество гостей. Мы очень рады, что дискуссия становится все более и более глубокой. Надеемся, что эта традиция будет в полном доме продолжена и сегодня. Поэтому удачи вам в научных дискуссиях. Тем и проблем, обсуждаемых на конференции, были посвящены здоровью и организации здорового образа жизни среди разных групп населения. Первым закладом выступил Геннадий Пономарев из Санкт-Петербурга, декант факультета физической культуры Российского государственного педагогического университета имени Герцина. Он начал свое выступление с цифр статистики, которые дают представление о состоянии здоровья школьников в России. Так, 90% школьников, заканчивающих школу, имеют какие-либо заболевания. У 15% выявляются психические отклонения. У 50% подростков уже имеются разнообразные хронические болезни. Геннадий Пономарев выделил также причины, которые способствуют плохому состоянию здоровья. Это вредные привычки, ухудшение экологии, малоподвижный образ жизни и другие. Обсуждались на конференции и вопросы, связанные с подготовкой спортсменов высокого класса. Будем обсуждать вопросы подготовки спортсменов. Прежде всего, так называемый резерв, это то, что придет на смену элитным спортсменам, не только нашим, но и российским. Будем обсуждать вопросы, которые связаны с профилактикой заболеваний. Будем обсуждать вопросы. Это то, на что мы меньше всего обращаем внимание. А вы же знаете старую истину, проще предупредить, чем потом лечить. Вот эти вопросы как раз и будут во главе угла конференции. 24 апреля конференция продолжила свою работу. На этот раз по секциям, где участники поделились опытом работы и научными достижениями в области физической культуры и спорта. По мнению участников научного форума, обсуждение актуальных аспектов сохранения и укрепления здоровья будет способствовать росту спортивного мастерства и оздоровления населения. Итогом конференции станет разработка методик и рекомендаций по оздоровлению населения, которые будут внедряться в разных регионах нашей страны. А также обмен опытом между вузами различных стран. В условиях кризиса тем, кто имеет таланты, не стоит опускать руки. Есть масса законных способов получить дополнительный доход. Один из них – репетиторство. Как разъяснили нашим брестским коллегам в инспекции по налогам и сборам, услуги в области образования, осуществляемые посредством индивидуальной педагогической деятельности, реализуемые любым способом, в том числе по радио, телевидению, через интернет, а также по переписке, и есть репетиторство. Но следует знать, что написание всякого рода рефератов, курсовых работ к таковому виду деятельности не относится. Но обо всем по порядку. Не за горами у сегодняшних школьников последние звонки, экзамены, тестирования – процесс сложный и нервный. Чтобы избавить себя и своих чат от лишних переживаний, дабы укрепить их в знаниях, многие родители договариваются с опытными педагогами о дополнительных занятиях. Репетитор, считают, мама и папа поможет осуществить заветную мечту о поступлении в ВУЗ, а с математикой языков, физикой и химией рады наполнить головы будущих абитуриентов знаниями за дополнительную оплату. Елена Зданевич прекрасно владеет английским языком, знаний столь много, что не грех поделиться с другими, а деньги, как говорят, лишними не бывают. Пришла в Московскую налоговую инспекцию узнать правовой аспект осуществления такого рода деятельности. Я учитель английского языка и хотела бы заняться для себя репетиторской деятельностью. Что мне для этого необходимо? Игорь Ковальчук, главный государственный налоговый инспектор отдела консультации инспекции по Московскому району города Бреста, четко и толково разъяснил начинающему репетитору, что предполагает данный вид деятельности. Его можно осуществлять без госрегистрации в качестве ИП, но только в том случае, если человек оказывает услугу самостоятельно, без привлечения других физлиц по договору и уплачивает ставку единого налога. И еще следует соблюсти некоторые условия. Для того, чтобы вам стать репетитором, вам надо подать в налоговый орган по месту жительства письменное уведомление с указанием места осуществления деятельности, встать на налоговый учет и заплатить ставку единого налога. Уплачивается единый налог, исходя из ставок, установленных в том населенном пункте, в котором осуществляется деятельность. Отсюда еще один вопрос у начинающего репетитора. Какова ставка единого налога и сроки уплаты? Ставки единого налога утверждаются Брестским областным советом депутатов. На этот год ставка по репетиторам составляет 210 тысяч в месяц по городу Бресту. Налог плавится до начала осуществления деятельности и только за те месяца, в которые вы эту деятельность осуществляете. Есть ли какие-то декларации для уплаты единого налога с физического лица? Да, есть. Есть такой расчет единого налога, который заполняется и предоставляется в налоговую инспекцию, где указывается место осуществления деятельности, ставка и период осуществления деятельности. Итак, выполнив все эти совсем несложные правила, в черный список налоговой инспекции вы не попадете. А вот штрафы, которые следуют в случае выявления незаконной деятельности, достаточно велики. Единый налог исчисляется с применением коэффициента 5. Подумайте, следует ли рисковать. Немного статистических данных Московской налоговой. На 1 марта зарегистрировано 99 человек, уплачивающих единый налог без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Среди них 57 репетиторов. А сумма, поступившая в бюджет от их деятельности, составила чуть больше 40 миллионов рублей. Переоценить значимость достоверной информации, полученной от специалистов, невозможно. Она помогает решить сложные проблемы, либо избежать их. Даже школьная программа ежегодно претерпевает изменения. В нее включаются факультативные занятия и внеклассные часы, на которых педагоги обсуждают с подрастающим поколением актуальные вопросы настоящего времени. Важную роль играют и лекционные занятия, которые проводят в учебных заведениях специалисты различных подразделений и ведомств. На одном из них в средней школе номер 1 города Бреста побывала и наш корреспондент Анастасия Стропко. В учреждениях образования областного центра представители отдела консультации налоговой инспекции по Московскому району частые гости. Инспекторы посещают школы, гимназии и лицеи с курсом лекций, тема которых – налоговая грамотность. И каждый раз у них есть о чем поговорить с ребятами. Разговор, как правило, из монолога инспекторов плавно перетекает в диалог. У подрастающего поколения немало вопросов, касающихся финансовой сферы в целом и ее налоговой составляющей в частности. Несмотря на юный возраст, школьники уже задумываются о том, какую профессиональную стезю выбрать в будущем и как законодательно регулируется трудовая деятельность. Школа подготавливает нас к взрослой жизни. У нас в школе уже проводится второе мероприятие финансовой грамотности. Там нам рассказывают, что такое налоги. Хотели бы вы получить больше знаний по системе налоговой, которая существует в нашей стране? Да, конечно. Это понадобится всем, кто после школы будет где-то учиться или потом уже работает. Все будут платить налоги. Это просто как обязанность человека. Мы все, вот сейчас молодежь, но спустя годы мы, конечно же, входим во взрослую жизнь, там, где уже и нам предстоит столкнуться, и с налогами, и с кредитами, ну то есть вот с финансами именно. И, конечно же, это очень полезно знать. Проведение таких занятий со школьниками – практика в нашей стране достаточно молодая, но уже сегодня можно оценить ее первые результаты. Специалисты налоговые утверждают, все чаще в инспекции приходит активная молодежь. Юноши и девушки, имеющие хобби, которое может приносить доход, хотят получать его легально. А после таких лекций они точно знают, куда нужно обращаться за консультацией и помощью. Как правило, после таких открытых уроков молодые люди, уже получив какую-то первоначальную информацию, приходят к нам в отдел, чтобы проконсультироваться уже более детально о налогообложении того или иного вида деятельности. Очень много приходит молодых людей, которые хотят заниматься торговлей через интернет-магазины. Много компьютерщиков, деток приходит. И мы очень этому рады. Безусловно, такие встречи, беседы, мероприятия приносят положительную динамику поступления налогов, создания дополнительных возможностей для увеличения зарплат, пенсий, пособий, строительства жилья, дорог и коммуникаций. Педагоги первой школы отмечают, что подобные ликбезы – важная составляющая процесса обучения. Безусловно, определенные базовые знания по тем или иным финансовым вопросам школьники получают в семье и стенах учебного заведения. Однако, компетентный комментарий специалиста, что называется, из первых уст куда более ценен. Без знания хотя бы азов экономики, ну, наверное, не прожить. Поэтому сегодня очень важно, чтобы дети, учащиеся школы, знали, что такое деньги, как их тратить, как их экономить, как делать вклады, как платить кредиты, как не попасть в долговую яму. Поэтому эти вопросы очень важны для каждого человека. И поэтому занятия, которые проводятся в рамках финансовой грамотности, они дают большой, очень большой результат и большую оценку в воспитании подрастающего поколения. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БУК-ТВ. Для многих жителей многоквартирных домов новость о том, что за косметический ремонт своего подъезда они теперь будут платить из собственного кармана, стала весьма неожиданной. В перечне платных услуг теперь значатся заделка выбоин и трещин в подъездах, облицовка стен, замена отдельных элементов мусоропроводов и некоторые виды малярных работ. Как решает подъездный вопрос в Барановичах, где на этот год запланирован текущий ремонт 280 подъездов, узнаем в нашем следующем сюжете. Перечень видов работ, которая проводится за средства собственников, был оговорен в постановлении Министерства жилищно-коммунального хозяйства номер 12 и вступил в силу в 2014 году. В 2015 был подписан приказ, который утвердил методические рекомендации по проведению таких работ. Эта новость стала неожиданной для жильцов тех многоквартирных домов, текущий ремонт которых запланирован на 2015 год. В этих нормативных документах четко сказано, что в настоящее время текущий ремонт, вот в частности сейчас мы видим речь про подъезды, текущий ремонт подъездов производится за счет средств жильцов. И всегда, конечно, есть вопросы, почему, потому что, наверное, в какой-то степени, может быть, по старой традиции мы привыкли, что как в Советском Союзе, то есть нам все будет бесплатно. Но все мы сейчас прекрасно понимаем, что возможности сейчас совсем другие, и, по сути, получается, что если говорить про жилой фонд, то основная масса даже домов, которые у нас на балансе, которые являются государственным жилым фондом, основная масса квартиры приватизирована. То есть, по сути, это уже собственники жилья, это частные квартиры. То есть, просто они находятся в государственных жилых домах. И в связи с этим, опять же, основная причина, конечно, в том, что если не делать ремонт вообще, то скоро эти подъезды превратятся в непонятно что. И так как эта проблема была не только в нашем городе и в республике, вот были приняты эти нормативные документы. Состояние подъезда работники ЖКХ оценивают при плановых осмотрах. Потом составляется список домов, которые больше остальных нуждаются в ремонте. И для жильцов проводят собрание, на котором знакомят с условиями проводимых работ. Теперь, когда за ремонт подъезда платить обязаны сами собственники жилья, последнее у многих вызывает неоднозначную реакцию. Конечно, не всегда это везде проходит, так скажем, гладко. Конечно, есть ряд вопросов и есть те, кто не согласны. Но опять же хочу повторить, что в соответствии с жилищным кодексом Республики Беларусь, текущий ремонт является основной жилищной коммунальной услугой. И вне зависимости от желания жильцов, они все равно, то есть если необходимо выполнить ремонт, ремонт будет сделан силами жесов нашего предприятия. И потом жильцам, даже тем, кто не заключил договор на проведение текущего ремонта, все равно оплата будет выставлена. То есть хотят они этого или нет. Ну, как правило, те, кто не хочет принимать участие в ремонте подъездов, их меньшинство, буквально несколько квартир. То есть, соответственно, для того, чтобы принять решение, то есть необходимо большинство голосов, ну, то есть простое большинство голосов. После этого, значит, жильцы сами выбирают, какая им необходима отделка, какие материалы будут использоваться, какой цвет стен, допустим, покраска, там, штукатурка, побелка. То есть это все они решают сами. То есть, конечно, что в зависимости от того, какая сумма получается в итоге. Потом это все просчитывается, составляется смета работ, и, соответственно, потом по факту, по акту выполненных работ, составляется конкретно сумма для оплаты. Жильцы дома по улице Пирогова новость о том, что в их подъезде будет проводиться ремонт, приняли с одобрением. Исписанная маркером зеленая краска вздувалась, трескалась и отходила вместе со штукатуркой, напоминая своим видом скорее подвал, нежели подъезд. Однако, стоило сотрудникам ЖЭСа заговорить о ценах, как многие жильцы изменили свое решение. Мы, конечно, были в шоке. Я сразу, так сказать, категорически нет. Как это так? Почему за наш счет? Почитав статьи в интернете о новом жилищном кодексе, мы поняли, что это неизбежно. Согласились. ЖЭС пошел к нам навстречу, сделав нам рассрочку на полгода, что сразу повлияло на многие решения жильцов нашего подъезда. Ремонт подъездов жителям этого дома обойдется порядка 1 миллиона рублей. Стройматериалы и цвет краски жильцы выбирали на свое усмотрение, а оплата услуг лавировалась в зависимости от общей площади, занимаемой каждым жильцом. Если говорить о том, что сумма, с одной стороны, можно говорить, что она большая или небольшая, то для того, чтобы это все-таки не ударило нашему населению по карману, то наше предприятие пошло навстречу и делаем такую сообразную рассрочку на 6 месяцев. То есть, эту сумму можно выплатить в течение полугода. То есть, она будет выставляться в китанции, значит, оплата, и можно оплачивать вместе с жилищно-коммунальными услугами. Перечень оплачиваемых услуг на самом деле не такой большой. Всего 9 пунктов, среди которых облицовка и покраска стен, выравнивание потолков, заделка выбоин и трещин. В то время как в перечне услуг, выполняемых за счет местного бюджета, более 50 видов работ. Движение по кольцу в любом городе всегда требует от водителя особого внимания. Как показывает практика, многие автолюбители неправильно трактуют ПДД, что является частой причиной аварии на этом участке проезжей части. Как сотрудники Солигорской ГАИ и местные автолюбители объединились, чтобы разъяснить правила дорожного движения нарушителям, узнаем у Оксаны Алекса. Кольцо на пересечении проспекта Мира и улицы Октябрьская. Оживленное движение начинается ранним утром и заканчивается поздним вечером. Большое скопление автомобилей, а также несоблюдение некоторыми водителями правил проезда кольца вызывают конфликтные ситуации на дороге. Участники сообщества Солигорской Автолюбители выступили с инициативой напомнить солигорчанам, как же все-таки проезжать перекресток с круговым движением. Здравствуйте, с вами Солигорские Автолюбители. У нас в сообществе часто возникают вопросы, как правильно проезжать кольцо, кто кого должен пропустить и на какую полосу сворачивать при съезде. Поэтому мы решили смоделировать для вас несколько самых частных ситуаций и рассказать пункт правил, которым нужно руководствоваться при проезде кольцевого движения. Суть профилактического мероприятия проста. Для начала солигорские автолюбители продемонстрировали, как не надо проезжать кольцо. Не пропустив автомобиль, движущийся справа по внешней полосе кольца, водитель нарушил правила дорожного движения, создав тем самым аварийно опасную ситуацию. Во время съемочного процесса такие ситуации наблюдались неоднократно. Сам часто езжу, и у нас в сообществе очень часто возникают вопросы, как правильно проезжать. И некоторые трактуют пункт совершенно неправильно и говорят, вот, меня должны все пропустить. Хотя на самом деле, если человек едет в левой полосе, он должен пропустить всех, кто едет в правой полосе. Также солигорские автолюбители смоделировали еще одну ситуацию, с которой часто приходится сталкиваться тем, кто за рулем. Проехав кольцо по левой полосе, водитель при выезде перестраивается на правую полосу, тем самым создавая препятствия водителю, изначально движущемуся по правой полосе. Этот маневр также является нарушением правил дорожного движения. Инспектор ДПС Солигорской госавтоинспекции Сергей Домович прокомментировал о безмоделированной ситуации и рассказал об ответственности за такие нарушения. Если брать кольцо, то есть основная причина, это именно самая основная, это идет перестроение перед съездом с кольца. То есть многие занимают внутреннюю проезжую часть и забывают, что оно идет как равнозначная дорога. И при перестроении на наружную полосу, крайнюю, то есть не пропускают машину, которая движется справа. И происходит ситуация еще о столкновении при перестроении. Либо иногда еще при выходе с кольца, то же самое. Это идет как нарушение правил расположения на проезжей части. То есть идет штраф от одной до пяти базовых величин. Одна базовая величина у нас составляет 180 тысяч. Для наглядности солигорские автолюбители продемонстрировали, как же правильно проезжать кольцо. Согласно правилам, дорогу обязан уступить водитель, которому транспортное средство приближается справа. Во втором случае водители обоих транспортных средств выезжают из кольца по своей полосе, не перестраиваясь на соседнюю, тем самым не создавая помехи другим участникам дорожного движения. В нашем районе четыре кольца имеется. Два на автодороге Р-23, то есть Микошевич, деревня Радково и деревня Дубей. И два в городе Солигорске. Это кольцо Ленинска-Комсомола-Октябрьская и Октябрьская проспект Мира. При подъезде к кольцу именно нужно смотреть на знаки. Многие смотрят на знаки и движение по полосе. Сотрудники госавтоинспекции и солигорские автолюбители обращаются ко всем водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения и уважительно относиться друг к другу, оберегая тем самым себя и своих близких от неприятных ситуаций на дороге. Для тех, кто постоянно забывает о правилах проезда кольца, солигорские автолюбители повторно демонстрируют соответствующие пункты правил дорожного движения. 1 мая по всей стране официально открывается купальный сезон и с наступлением теплой погоды тысячи отдыхающих отправятся к местам отдыха на природе. И каждому, разумеется, хочется, чтобы это место было не только красивым, но и чистым. Сотрудники Пинской спасательной станции заканчивают работы по очистке акватории популярных мест отдыха пинчан от мусора, которые, как правило, оставляют в реках и озерах после себя сами же отдыхающие. Станут ли когда-нибудь наши водоемы и пляжи чистыми, узнаем в следующем сюжете. Приход лета совсем не за горами. И с наступлением теплых дней тысячи пинчан устремятся к реке на городские пляжи. А чтобы отдых пошел только на пользу, без вреда для здоровья, спасатели на воде приступили к очистке дна акватории от мусора. Чистим акваторию дна для того, чтобы отдыхающие могли спокойно купаться, не перезались, не удалились. Потому что зимой те же рыбаки ловят рыбу, на лед кидают бутылки битые, народ кидает камни на лед, потом этот лед тает, все падает на дно. И для безопасности отдыхающих летом мы производим каждый год чистку акватории пляжа. Обидно то, что для людей делается все, а эти люди сами себе портят отдых. То есть мы достаем с воды мусорки, скамейки бетонные. Вот это вот обидно то, что люди не понимают, что делают для них, и они сами себе портят отдых. Процедура очистки дна водоемов как города, так и Пинского, Лунинецкого, Ивановского районов обязательная. И проводится она каждый год работниками Пинской спасательной станции. Ведь за зиму успел накопиться мусор, который может серьезно угрожать безопасности отдыхающих. Интересные были находки в городе Пинске. Нашли мусорку металлическую. То есть водолазы вдвоем еле-еле ее усунули. То есть это же надо было ее закинуть туда. Нашли якорь, нашли бетонную плиту. То есть много чего интересного. То есть с воды тяжело вынуть, но ее же надо было еще туда и закинуть. Мусор достается со дна реки водолазами. Несколько минут в холодной воде на глубине несколько метров. И очередная порция хлама оказывается на берегу. В основном извлекаются предметы, которые предоставляют опасность для окружающих. По словам водолаза Пинской спасательной станции Алексея Малевича, каждый год ситуация повторяется. И мусора в реке меньше не становится. Чистка акваторий, дна акватории осуществляется ежегодно перед купальным сезоном. Предметы поднимаются разного такого типа. Я вам скажу, люди умудряются кинуть бетонные, то есть мусорки, какие-то, я не знаю, посторонние предметы. Это бутылки, коряги, палки. Люди разбирают. Я вам скажу честно, это вообще уму непостижимо. Даже какие-то бытовые отходы вывозят и топят на дно акватория. Завершится очистка дна акватории к 1 мая. Каждый купальный сезон для спасателей горячий. Вот и сейчас сотрудники освода ожидают прихода лета и целенаправленно готовятся к нему. Каким будет этот купальный сезон, покажет время. До него осталось ждать совсем немного. Это были региональные новости. Мы встретимся ровно через неделю. Оставайтесь с нами. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ